Всем доброе утро! Мы проснулись и сейчас сидим завтраком. Я хочу вам кое-что показать. Посмотрите, какими сливами угощает нас Катя. Для меня это так странно. Все, причем все сливы, они все двойные. И они очень сладкие и очень сочные. Я Катю спросила, Катя, что это за сорт? Катя сказала, кубанский. Так что это сорт кубанские сливы. Кабардинка называется. Это просто шутка была. На самом деле называется кабардинка. И вот они все двойные. Сейчас Доминик кушает. Доминик, тебе нравится? Вкусно? Они очень сочные и сладкие. Как настроение, Региночка? Нормально? Еще не проснулась, доченька? Нет? Попугай! Попугайчик не давал спать. Катя попугайчик, он нас утром будил. Но мы приходим в себя после нашего перелета и будем гулять. Здесь на улице Красная, вот напротив Дома Советов, очень красивый памятник казачеству. Я сейчас подойду поближе, покажу вам. Вот, как я и говорила вам, это памятник кубанскому казачеству. На площади рядом с Домом Советов, если я не ошибаюсь. Это Дом Советов. Красивые клумбы, все ухожено. Мы гуляем по улице Красной, и дети в восторге от такой красоты, от такой красивой архитектуры. Там дальше музей. Насколько я помню, был Краеведческий музей. И здесь очень красивое здание, вот с таким интересным куполом. Но это, конечно же, знаменитый Дом Книги, когда-то был. Сейчас, конечно, здесь все иначе, все по-другому. И вот до сих пор эта мозаика, которая здесь сохранилась. Очень красивая. Мы ждем выступления казаков. Через 15 минут придут казаки. И вот здесь, на площади, около Дома Советов, будет выступление. Это будет, конечно, очень интересно. И самое главное, это будет интересно посмотреть Доминику. Потому что, как я не пыталась ему объяснить, что это, он так и не понял, что же это такое казаки. И как это все выглядит. Поэтому, естественно, нужно посмотреть все это своими глазами. Пока казаки не пришли, мы решили прогуляться к фонтану, покушать мороженое, освежиться и насладиться центром города. И этой красотой понравится как взрослым, так и детям. Заходите к нам на бесплатную обзорную экскурсию, дорогие друзья. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Домик решил попить кока-колу, посмотрите, вкусная, вкусная, да, хорошо, круто, хочешь сдать? Офигеть, посмотрите, хамелеон, офигеть, он позирует на видео специально, он нам специально позирует на видео, О, и еще один, да, да, а где еще один, вон сверху, да, вон сверху еще один, плохо видно, отсвечивает камеру, офигеть, ого, как он сейчас нам позировал, да, вот это да, не, не, не надо, а теперь как будто замер, все, нет, а у него там огурцы свежие у него, в мисочке он там кушает, он на правильном питании, А, да, у него диета, да, сбалансированное питание Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы посмотрели, конечно, выступление казаков. Это было что-то. Это такая красота. Регина говорит, вообще, она такого никогда не видела. Да, очень классно. Такого в Германии не будет. Такое в Германии мы точно не увидим. Красиво. Точно. Такое в Германии мы не увидим. Нам так понравилось. Это так здорово. Такое величие. Безумно красиво. Кубани. Регина сказала, я в восторге, мама. Такое никогда не видела. Мы на камеру снимали. У меня моя душа раскрылась просто. Раскрылась твоя душа. Да, у меня слезки были. Даже слезки были. У меня тоже были немножко слезки. Особенно, когда были русские народные песни. Да, да. И все хлопали. Ой, было очень-очень круто. Здорово. Это вообще, конечно, очень хорошая такая вещь, что молодежи знают о традициях старых именно своего города и Краснодара и всей Кубани. Что это кубанские казаки. И самое, конечно, положительное во всей этой истории, что по микрофону рассказывали полностью всю историю казачества. Это очень интересно, естественно, детям, молодежи, чтобы они все это знали. Регина говорит, мама, я тоже слушала, но, к сожалению, я не все могла понять. Ну, я объяснила, рассказала и также объяснила Доминику. А еще я хочу вам показать, какие здесь мусорные бачки и какая буква написана на бачках. Вот такие мусорные бачки, видите? И такая бачка. Мы пришли с детьми в развлекательный парк. Как он называется? Селфи парк. Селфи парк. Это селфи парк. А как мне? Селфи парк. Селфи парк. Селфи парк. Селфи парк называется в том месте. Это они кирю поднимают, вы видите. И сейчас мы деток отправляем в этот парк. Они гуляют полтора часа. А мы будем их ждать, они будут наслаждаться своей прогулкой. И в этом парке можно погладить зверюшек, сфотографироваться. Очень много интересных аттракционов. Сердечко тебе дали. Сердечко тебе дали. Еще раз. Готовы. Готовы. А сколько всего? 15 минут. сейчас я нахожусь на углу красная и гоголя и смотрю на вот это большое здание банка и мне стало немножко грустно потому что я помню когда я была маленькая на этом месте стоял фонтанчик круглый фонтан помните а это магазин центральный универмаг сейчас он закрыт я не знаю закрыт ли он на реставрацию его будут сносить но это очень красивое здание такое архитектурное было бы очень жалко если бы вы снесли а еще я очень хорошо помню с детства что здесь по улице красная была знаменитая пельменная и когда я была маленькая мой дедушка водил меня в эту пельменную я очень любила кушать пельмени хотя они больше были похожи на кашу со сметаной но все равно была огромная очередь и я помню что эта очередь была даже на улице люди ждали и стояли даже здесь на улице и больше всего еще мне нравилось в этой в этих пельменях соленый помидор бочковой зеленый который никто не любили не хотели кушать и мне всегда дедушка свой отдавал и другие тоже кто кушали отдавали мне эти помидоры я очень любила но и до сих пор люблю соленая конечно пельменной тоже уже нет на месте этой пельменной вот здесь она была здесь что у нас здесь кафетерия но это уже непременно я конечно а дальше на углу была вареничная но всего этого уже нет и немножко грустно детки отдыхают в парке а мы с регинкой решили немножечко подкрепиться и зашли чебуречную и сейчас мы будем кушать чебуреки очень проголодались регина хотела также томатный сок всем кто кушает приятного аппетита друзья всем привет посмотрите какое интересное совпадение мы едем домой после прогулки в городе на такси и водитель такси рассказал что его сестра живет германии и возможно мы может быть созвонимся и встретимся потому что она тоже увлекается вязанием и другими видами творчества и я могу передать как раз привет от брата так тоже бывает в общем сестренки оле от брата анатолия большой кубанский привет это очень интересная история друзья оказывается мы выяснили что сестра анатолия она у меня в друзьях уже в одноклассниках и мы с ней уже знакомы вот такая круглая земля вот так тесен мир так что мы обязательно теперь должны с волей встретиться если я уже в краснодаре встретилась с ее братом я же должна от него передать горячий кубанский привет так что друзья будем встречаться дальше а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok